Одной из центральных тем 9-го Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» стал аутсорсинг информационной безопасности. 15 февраля 2017 года на тематическом заседании специалисты обсудили перспективы и существующие трудности во взаимодействии сервис-провайдеров и клиентов в финансовом секторе. Основные идеи и точки зрения, прозвучавшие в ходе обсуждения, а также личный опыт из уст практиков в эфире БИС-ТВ. Дискуссия была очень интересная. Были два лагеря. Были сервис-провайдеры, которые наперебой предлагали свои услуги, и были заказчики-потребители этих услуг. То есть хорошее, что рынок есть, и в общем аутсорсинга перестали бояться. А новость плохая. То, что представленное мнение от поставщиков услуг, в общем, расходится с тем, что ожидают заказчики. Заказчики существенно более зрелые, и потребности у них существенно более зрелые, чем то предложение, которое сейчас многие компании на рынок выдают. Но тем не менее, то, что идет разговор, идет дискуссия, это очень важно. В конечном счете, через год, через два, в общем, зрелость должна у поставщиков услуг подняться, выровняться. И, ну, это нормальное рыночное движение. Аутсорсинг – это не самоцель. Это инструмент для достижения целей службы информационной безопасности. Один из маленьких кусочков, который к этому ведет. И дальше от того, как выполняется функция аутсорсинга, да, зависит конечный результат, который получает заказчик. Важно понимать, в первую очередь, самому заказчику, что он отдает на аутсорсинг. Какую функцию он отдает на аутсорсинг, и из этого следует граница ответственности. Граница ответственности может быть дальше, ближе, там где-то она на сервис-провайдере лежит только мониторинг инцидентов. В некоторых ситуациях это может быть мониторинг и реагирование. Это могут быть какие-то более сложные вопросы по анализу защищенности. Главное, чтобы эта граница была, когда заказчик отдает что-то на аутсорсинг. Ключевое – это доверие. Доверие между сервис-провайдером и заказчиком. Вот если этого нет, не получится. Никакие лицензирования, никакие технические требования, никакие пункты соответствующих договоров не способны. Ключевое, что мы не хотим видеть на стороне заказчика, это когда нам отдают нечто, и заказчик сам не понимает, что. Если заказчик не обладает необходимыми полномочиями внутри, внутри своей организации, то это очень тяжелая ситуация. Например, когда служба ИБ не имеет влияния на службу IT, то это практически блок. Мы начинаем выявлять какие-то уязвимости, ловить инциденты. Предположим, не настроен патч-менеджмент. Это, как правило, вводчина IT. И если ИБшники не имеют влияния на IT, то мы будем согревать мировой океан. Мы будем говорить безопаснику, что, друзья, у вас здесь не то, здесь нужно, здесь нужно. Они будут утыкаться в стены на стороне IT, и ни они удовольствие не получат, ни мы. У нас изначально была задача построить все в доме, но на самом начале это не было ни специалистов, ни компетенций для того, чтобы это все сделать. Поэтому было принято решение, что мы разворачиваем определенный набор сервисов, аутсорсингер. Когда мы приняли решение о том, что уже мы достаточно стали зрелыми, и мы можем перевести этот сервис, приземлить, то мы провели достаточно большую работу, в первую очередь, по подготовке персонала, по изменению инфраструктуры, обработке информации, по автоматизации процессов, оценке тех рисков, которые мы получаем, и угроз, которые мы выявляем. Короче, это автоматизированная обработка инцидентов. Когда мы запустили эти процессы, мы подготовили людей, мы более тонко настроили свою инфраструктуру, мы видим сейчас даже больше, чем нам предоставляли провайдеры, но из-за того, что мы живем внутри этой инфраструктуры, мы ее лучше понимаем, чем любой внешний аутсорсер. И поэтому я считаю, что переход на хаус в данном случае, как результат, он более положительный, чем если мы оставались на аутсорсе. Развитие должно быть, в первую очередь, в повышении ответственности сервис-провайдера. Если мы понимаем, что он отвечает за свои действия, что он профессионален, что он компетентен в той области, которую он предлагает аутсорсингу, да, это будущее, и у него будет хороший бизнес. Сейчас у нас нет еще зрелой модели взаимоотношения с сервис-провайдерами. Зрелая форма должна предусматривать в том числе и последствия за пропущенный инцидент и несвоевременное время реагирования. Это может быть упущенная выгода, это может быть прямой финансовый ущерб или какие-то иные, там, утрата репутации и так далее. То есть эти вещи должны быть предусмотрены в договоре, должны быть предусмотрены определенные формы страхования этих рисков или какой-то иной компенсации. Тогда это будет зрелая, полная форма предоставления аутсорсинга. Мы сейчас находимся в такой парадигме, когда аутсорсинг является последнейной частью жизнедеятельности любой организации. Если организация зрелая и заботится об информационном безопасности, теме аутсорсинга становится все больше конкуренции. Это очень важно, потому что конкуренция порождает выбор, и как заказчик, любой банк либо организация, она может выбирать. Выбирать по уровню, выбирать по ценам, выбирать по качеству. Это очень правильный шаг. Что мне не нравится, наверное, то, что у многих отношение к аутсорсингу немножко такое совковое. Неоднократно говорилось, что на аутсорсинг вы можете передавать вещи, которые не критичны, которые массовые, для которых необходимо нанимать огромное количество персонала, и этот персонал будет выполнять одну и ту же работу. Мое убеждение, я согласен с спикерами, вещи, которые критичны, они должны быть инхаус. За рубежом там есть история про страхование, про перестрахование. У нас такой ситуации нет. И по факту всю ответственность за какой-то инцидент несет организация, в которой произошел этот инцидент, и которая является объектом аутсорсинга. Конечно, есть всевозможные SLA. В них можно подописать все, что угодно. Там можно подумать на предмет того, каким образом разграничить ответственность. Но я не слышал ни про один SLA, который бы включал в себя какую-то сумму ущерба за простой, либо за нереагирование, либо за позднее реагирование на какой-то критичный инцидент. Я думаю, что у нас пока что такого просто нет. Что бы меня, как заказчика, могло привлечь? Это, безусловно, известная компания, это постоянный штат квалифицированных специалистов, это хорошие фидбэки с рынка, от известных участников рынка, наверное, так. Так, если компания в параллельной какой-то истории, то, наверное, нет. Да, я считаю, что это очень правильная история. И, скорее всего, в средней перспективе рынок будет все активнее и активнее обращаться к аутсорсингу и пользоваться чьими-то сервисами, вместо того, чтобы создавать что-то свое. Для нас это полезно, потому что у нас есть не только банк, есть еще открытие холдинга, это множество компаний, которые являются потребителями, по сути, одного и того же, и у нас нет ни экономического, ни какого-то качественного, если можно так выразиться, смысла держать в каждой компании по отдельной группе людей, которые, по сути, будут делать одно и то же. Для обеспечения эффективности, собственно, нам и сильно помогает аутсорсинг. Основной совет, я думаю, что не бояться, потому что есть люди, которые там боятся отдавать свои логи, которые не содержат никакой ценной информации и не являются активом организации, но, тем не менее, боятся куда-то вовне отдавать, для того, чтобы, допустим, заутсорсить security operations center. Нужно осознать свои потребности и четко сформулировать их в компанию, понять, действительно ли она в состоянии их выполнить, то есть, по сути, провести некоторую тестово-пилотную стадию, да, кто как называет, и в конце уже, собственно, сделать некоторую итоговую оценку, которая в себя все включит. Умения, качество услуг, гарантии, которые предоставляет компания, быть может, какие-то страховки, ну и, естественно, стоимость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова